Мы когда идем, мы боимся, что вот эти трещины, которые есть, они будут просто нам падать на голову, потому что они каждый раз вываливаются. Вот видите, вот эти вот швы, они просто выпадают. Самое главное, стяжка вокруг дома, полосы идет, и он на загон. Дверь, двери, они вообще как бы, мы уже как бы замки пилим, 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 чтобы они закрывались. И все равно садится. Закрыто на два ключа, она в ходу он ходит. Вот это что? Или можно вообще не открыть, да, иногда? Зимой вот, допустим, да, летом она закрывалась у нас, я про себя говорю, да. А зимой все, второй замок он не закрывает, его уже там никак не подбили. Вот она стена, она треснутая. Вот она, видите, они ее сделали, она у них треснула. Мы тут заделали, мы штукатурили. Вот этот угол уходит вниз, вот прям вот без преувеличения сейчас. То есть, а двое нарвет. И вон там, видите, мы сделали, мы заштукатурили. Вот там они делали. Видите? Это по всему, это, это, это еще нормально. Это еще... Это нам тоже заделали, да? Конечно, все заделали, оно все просто рвет. Мы говорили, что у нас дом аварийный, что у нас жить невозможно, что зимой очень холодно. То есть, ну, как еще говорить? Ну, они так не ходили по всему. Нет, нам никто не ходили. С нами в 2021 году ходила ЖКХ комиссия. У нас единственный акт был, который полностью, это ЖКХ, управляющая компания, представители. И мы. Все. Вот мы ходили тогда по этому дому. На основании этого они нам сказали, да, дом, ну, типа, не аварийный, но нужно сделать, нужно сделать экспертизу дома. Да, нет, экспертизу дома. Мы эту экспертизу дома сделаны. Зашло до того, чтобы просто люди отдали свои документы родственникам. Потому что, если что-то случится, мы документы не восстановим. Ночь, во-первых, когда спишь, слышишь, как дом скрипит, трещит, потрыскивает. Да, в первую очередь я вообще пугалась этого и не знала, что это такое. А потом мне сказали, да, дом же, это же рейд за наш. Дом его не слышит, потому что разные всякие звуки, а вот ночь прямо шикарно слышишь. Мы, как говорится, не имея какого-то строительно-технического образования, да и так, как видно, мы прошлись от подвала до последних этажей. Ситуация дита на контроль как на прокуратуре города, так и в следственном комитете. В России. Да, то есть будет принята доследственная проверка, именно в порядке, кстати, 124-145, пока который так дита на контроль. Вот, это по факту дачи оценки действия должна смыслить при данной ситуации. Ну и мы, как надзирающий орган, для принятия этого решения, так и в принципе ситуация для того, чтобы были восстановлены права и обезопасность. Также сейчас проведем проверку, вот, и, соответственно, при наличии снайдов, будет принят в зависимости от того, как мы реагировали.